Здарова, ребята! По-моему, самое время продолжать наши гарри-поттеровские чтения. И прежде чем начать, хочу вам сообщить, что спонсор сегодняшних гарри-поттеровских чтений Добрый сосед с перфоратором. Добрый сосед с перфоратором. Незабываемый Новый год. Вот он сейчас там ходит по полу и гремит. У него, видите ли, ремонт. Так что, извините, похоже, будет много склеек. О, Господи, Боже мой, за что мне всё это? Так вот, если вы помните, в прошлый раз я прочитал вам перлы из фанфиков о Гарри Поттере и вам понравилось. Я подумал, почему бы не продолжить эту замечательную практику. Но сегодня мне хочется немножечко разбавить нашу перловку чем-то более осмысленным. Сейчас поймёте, о чём я. Так вот, некоторые из вас знают, что месяц назад я снял ролик по вселенной Терминатора. И, к сожалению, Ютуб её не пропускает, потому что авторские права. А, как вы знаете, мой девиз – авторские права. Нет, не слышал. Печально, конечно. Но суть в том, что некоторые мои подписчики окрестили это войной со Скайнетом. Пока что мы с моим персональным Скайнетом ведём равный бой, так сказать, ноздря в ноздрю. Я бы сказал, что с попеременным успехом. Но на полях сражений с волшебниками, не знаю даже, как это сказать, Скайнет одержал не так давно, хотя на самом деле, по-моему, уже очень давно, свою, так сказать, законную стопроцентную победу. Поясню. Североамериканская студия, это я сейчас цитирую, североамериканская студия Ботник, похоже на Ватник, разработала метод нейросети, который самостоятельно написал фанфик о Гарри Поттере. Предварительно её учили на основе семи книжек Джоан Роулинг. Надеюсь, в эти семь книжек не входило «Проклятое дитя» и «Фантастические мрази». В конечном итоге новая история получилась странной. И почему я не удивлён? Команда разработчиков выложила в сеть три страницы. И вот эти три страницы я сейчас зачитаю. Говоря простым языком, искусственный интеллект, этакий Скайнет, написал для нас замечательный рассказ. Что ж, давайте его послушаем. Это явно будет интереснее, чем всё, что происходит в последнее время с миром Гарри Поттера. Да. И «Звёздных войн». И ещё много чего. Ну что, поехали. Итак, фанфик называется «Гарри Поттер и портрет, напоминающий большую кучу пепла». Знаете, я уже считаю, что начало интригующее, учитывая, что я фанат вселенной Dark Souls. И мне, как и любому здравомыслящему, а такое вообще бывает, фанатов вселенной Dark Souls, любое явление, любой предмет напоминает большую кучу пепла, потому что мы-то, фанаты Dark Souls, понимаем, что всё в этом мире тлен. Ах, поехали. «Земля рычала под действием магически усиленного ветра». Понятно. «Небо снаружи было великолепным чёрным потолком, залитым кровью». Пока что, пока что всё идёт ровно. То есть, не сильно отличается от прошлого выпуска, где я зачитывал фразы из фанфиков, которые писали люди. Хотя, касательно некоторых перлов, я не уверен, что его писали люди. Но это ладно. Из кишина Хагрида доносилось лишь неуважительные вопли его собственной мебели. Я всегда знал, что Хагрид гораздо более могущественный волшебник, нежели он притворяется таким, знаете, дурачком, типа «Я что? Я ничего. Упс, зря я это сказал». Не, в конце концов, у него же была волшебная палочка, пусть она и встроена в зонтик, но осколки, конечно, точнее, обломки волшебной палочки. И я как-то, знаете, я синхронизирую с этим рассказом и сам начинаю говорить непонятные какие-то вещи. Осколки, палочки. Но пока ещё всё вроде как нормально. Магия. Это было нечто. И, как Гарри Поттер думал, нечто хорошее. Я понимаю Гарри Поттера. Он, знаете ли, и это, кстати, не косяк фильмов. Это и в книгах то же самое было. То есть, Гарри Поттер, например, я помню на четвёртом году обучения, когда он пришёл на чемпионат мира по квиддичу, он смотрит на вот эти вот палатки там или на самом чемпионате и смотрит и думает, «Вау!» А, нет, он входит в палатку, которая, как у Доктора Кто. Кстати, ведь в этом фильме снимался Доктор Кто, забавно, да? Она больше внутри, чем снаружи, и он входит «Вау! Это просто магия!» В фильме это было точно, в книге, по-моему, тоже нечто подобное было. То есть, как бы четыре года человек кучится и до сих пор не может понять, что да, это магия. О чём бишь я? Я забыл, извините. Ну так вот, если ты подходишь к хижине Хагрида, а из его хижин доносятся неуважительные вопли его мебели, это явно нечто хорошее. Гарри Поттер прав. Кожаные листы дождя холестали привидения Гарри, пока он пробирался через земли к замку. О, подождите, мне нужно немножечко времени, чтобы понять, а что тут, собственно, происходит. Кожаные листы, а, кожаные листы, это на самом деле важно. Просто я подумал, что это за растение такое с кожаными листьями, но кожаные листы, это могут быть кожаные листы ДВП, почему бы и нет. А тут у фанфиков всего можно ожидать, это всё-таки искусственный интеллект, он поумнее нас с вами будет, нехер тут на него гнать. Привидение Гарри. Какая-то получается такая рассинхронизация, то ли он жив, то ли он мёртв, Гарри Поттер Шрёдингера, ладно. Здесь стоял Рон, занимаясь чем-то вроде сумасшедшей чечётки. Вот, вот, вот теперь всё нормально, это вполне похоже на поведение Рона Уизли. Так, всё, всё встало на свои места, продолжаем. Заметив Гарри, он немедленно начал есть семью Гермионы. Я так полагаю, что по канону, когда закончилась вторая битва за Хогвартс, да, Гермиона нашла своих родителей и расколдовала их. Я вот теперь думаю, а стоило ли? Может, им было проще жить во Франции, не знаю, что у них есть дочь, зато потом их, зять бы их не съел. Рона-рубашка, Рона, была так же плоха, как и он сам. Ага, Рона-рубашка. Это из разряда тех свитеров, которые мама вязала на Рождество каждому, да? Рона-рубашка была так же плоха, как и он сам, ну, суть по тому, как он к ним относился. Привет, сосед. Такое ощущение, что он сейчас провалится сюда, честное слово. О чем бишь я? А вообще, вообще, Рон, видимо, бухал, раз он выглядит так же плохо, как его рубашка. Учитывая, что гладить он не умеет, и помнится даже в седьмой книге, когда они уходили в свое путешествие, ему даже трусы собирал Гермиона. Полный атас. Я точно такой же. О, дальше идут диалоги. Если вы двое не слипнетесь в целое, я рассержусь, призналась рациональная Гермиона. Но то, что Гермиона рациональная, сомнений не вызывает, следовательно. Даже компьютер это понял. Да. Если вы двое не слипнетесь в целое, я рассержусь. Да, Гермионе только повод нужен, чтобы рассердиться. Слипнуться в целое. Надеюсь, компьютер не читал, например, какие-то сводки проведения парадов ЛГБТ или, не знаю, какую-нибудь книгу о современных тенденциях или научный труд о том, что гомосексуализм – это ген такой, а не свободный выбор человека. А то что-то у меня тут попахивает, знаете ли, так нехорошо. Ладно, ладно. Что насчет Рону магии? Предложил Рон. Ай, обычно так выпендривается перед девочками, типа, эй, хотите немножко магии Либрариума? Ладно, чушь какую-то сказал. Но я слышал нечто подобное от своих сверстников лет 15 назад. Что насчет Рону магии, предложил Рон. Для Гарри он был громкой, медлительной и мягкой птичкой. Гарри не нравилось думать о птицах. Мне бы тоже не нравилось думать о птицах, если бы даже своего лучшего друга я принимал за громкую, медлительную и мягкую птичку. Кошка, ты решила в каждый мой ролик, что ли, зайти, да? Че тебе опять надо? Ну? Да что ты говоришь? Много ты понимаешь. Одну секунду. На вершине замка пожиратели смерти. Проблеял Рон. Дрожа. Рон собирался стать пауками. Уже стал. Ребят, а существуют наркотики для искусственного интеллекта? И вообще, вот я не люблю такие шутки, когда типа, ты чё курил? Когда ты что-нибудь такое пошутишь, такой необычный, я тебе сразу, чё ты курил? Отсыпь меня. Ну, чё это за слабоумие такое? Зачем курить, чтобы выдавать такие первые? Ну, по-моему, даже это малость перебор. Так. Не особо гордился этим. Тем, что стал пауком. Но было тяжело не покрыться пауками после всего, что было сказано и сделано. Это что же они там такое сказали и сделали? Слушайте, это какие же архивы? Вот сейчас вот поднимает этот искусственный интеллект. Архивы жизни золотого трио. То есть, явно между седьмой книгой и, не знаю, проклятым дитя, прости господи, происходило что-то интересное, что-то очень интересное. Знаете, я потихоньку, кажется, начинаю понимать, почему Гарри Поттер вырос таким остолопом. Потому что его лучший друг покрылся пауками, и он не мог ими не покрыться, учитывая то, что случилось с ними и вот в этом вот, за этот вот временной промежуток. Господи, боже мой. Я прям вот заинтригован, что же будет дальше? А при том, да, на вершине замка Пожирателей Смерти, не забывайте. Да что ж такое-то, а? И тебе привет, сосед. Смотрите, сказала Гермиона. Разумеется, внутри замка лорды Пожирателей Смерти. Давайте подслушаем их собрание. Как я предполагаю, что произошло? Я ведь правильно понял, что действие происходит после смерти Волдеморта? Так вот, лорд Волдеморт умер, требуется новый темный лорд, были проведены демократические выборы, как иначе, это все-таки Британия, да? И был выбран новый лорд, а так как это все-таки демократия, это же Британия, то, соответственно, лордов стало несколько, и теперь у нас существуют лорды Пожирателей Смерти. Вот Гермиона предлагает подслушать их собрание. Кстати, некоторые говорили, что ты нам все объясняешь, мы что, дурачки, что ли? Нет, вы не дурачки, дурачок я, потому что я ни хера не понимаю, что здесь происходит. Я думаю, может, из своих объяснений хоть я сам что-то пойму и знаю. Трое лучших друзей превзошли к двери, ведущей на крышу замка. Они почти приступили это, но ведьмы не карабкаются. А, нет, ну я всегда знал, что маги, они круче магичек, да, волшебники, сильнее волшебниц. Вообще странно, что к этому панфику до сих пор не придрали всякие там феминистки, ведь тут же натуральное гендерное принижение, это же угнетение, стрелочка взяла и повернулась. Господи, боже мой, что творится? Уже даже искусственный интеллект унижает женщин. Рон, боже мой, была бы она рыжей, наверное, все было бы иначе. Рон посмотрел на дверную ручку, а потом посмотрел на Гермиону, обжигаемой болью. То есть дверная ручка у него боли не вызвала, видимо, душевную, а Гермиона вызвала. Не такая уж она вроде как и уродина, как красивая вроде девочка, вроде бы. Не та, которая она сейчас стала, постригшись там, не знаю, феминистки подавшись, а вот которая была. Хотя, возможно, к этому моменту он уже видел ее без один... Хотя, знаете что, давайте продолжим нашу замечательную традицию целомудрия. Никаких пошлостей, никакого мата, даже в комментариях. Так, я думаю, она закрыта, заметил он. Это Рон заметил. Хорошо. Заперта, сказал мистер Лестница. Заперта, сказал мистер Лестница, потерто одетый призрак. Итак, сейчас внимание. В повествование вводится новый персонаж по имени мистер Лестница, являющийся потерто одетым призраком. Ну, в принципе, все призраки выглядят довольно-таки потерто. И, к счастью, они все одеты. Особенно Плакса Мирту. Они взглянули на дверь и заверещали от того, какая она была закрытая, умоляя, чтобы она заменилась маленькой сферой. И, знаете, мне это напоминает сказку Маропсула под названием «Ящик Азуры», который ящик только в пересказе самого Маропсула, а в оригинале ее писали двемеры, и поэтому там какая-то, как же там эта формулировка была, сфера, превратившаяся в тетрайдер или как-то так. В общем, у них там свои понятия, у этих тональных архитекторов, да? А вот это, похоже, писали анальные архитекторы, я ни хера не понимаю, но это круто. Честно говоря, даже это лучше, чем проклятое дитя. Пароль был «Отбивные женщины». Гермиона Плакала. Я надеюсь, мой ролик не заблокирует за ненависть к женщинам и разжигание межполовой войны. Ну, если бы... Нет, ну, вот, серьезно, если посмотреть на ему Уотсон, то есть какие сейчас она взгляды исповедует, да, то она бы тоже плакала, если бы пароль был «Отбивные женщины». Или ты намек, что, мол, женщины, гоу на кухню, отбивать отбивные? Пес его знает. Гарри, Рон и Гермиона стояли позади кружка пожир... Простите, пожалуйста. Кружка пожирателей смерти. Они выглядели действительно плачевно. Кто они? Гарри, Рон и Гермион или пожиратели смерти? С другой стороны, после смерти Темного Лорда остатки пожирателей наверняка выглядели плачевно, плюс у них же еще демократические выборы прошли, ну, понимаете. Думаю, все нормально, если я тебе нравлюсь, сказал один пожиратель душ. Вот это я понимаю, пикап-мастер. Спасибо тебе большое, ответил второй. Первый пожиратель душ уверенно наклонился и поставил поцелуй на его щеке. То есть, я смотрю, концептуальная основа, объединяющая пожирателей смерти, то бишь магии выше всего, чистокровной магии выше всего, да, она как-то немножечко изменилась. Теперь это не столько пожиратели смерти, сколько кружок пидорасов. По крайней мере, ЛГБТ-сообщество должно быть довольное этим фанфиком, а феминистки при этом не довольны. Надеюсь, они подерутся. Интересно, кто выиграет. Кэтфайт. О, молодец, сказал второй, когда его друг снова отступил назад. Чем они там занимаются? И главное, за этим всем наблюдают Гарри, Рон и Гермиона. Я теперь понимаю, почему Гарри воспитал сына через жопу, потому что он просто наблюдал за подобным. Я бы, наверное, тоже воспитал своего сына какого-нибудь барана Тупорогова, каким являлся Альбус, проклятым дитем. Если бы, если бы, если бы наблюдал, как пожиратели смерти целуют друг друга и долбят друг друга в жопу. Остальные пожиратели душ, пожиратели душ, пусть быть душ, остальные пожиратели душ тактично похлопали. Потом им всем понадобилось несколько минут, чтобы пробежаться по плану избавления от магии Гарри. Ты знаешь, Заяц, мне кажется, им вообще незачем избавляться было от магии Гарри, учитывая, что Гарри сам там прихренел, наблюдая за их гамагейскими терками. Гарри точно мог сказать, что сзади него стоял Волдеморт. Видишь, ему уже начали мерещиться, начало мерещиться, что сзади него уже стоят мужики. Он чувствовал свою чуткую реакцию. Ну, то бишь, очко... А, так, стоп, у нас же культурное сегодня чтение. Да, ты плохо на меня влияешь, свали, пожалуйста, из кадра. Сам дурак! Так, погнали. Не, остановился-то. Он... Гарри выбросил из головы свои глаза. Заяц, вернись, пожалуйста. Мне, походу, одному тут не справиться. Гарри выбросил из головы свои глаза прямо в лес. Прямо в лес. Волдеморт поднял свои брови на Гарри, который сейчас ничему не мог видеть. Ну, конечно, после того, как выкидываешь свои глаза прямо в лес, трудно что-то видеть, согласись. Волдеморт, ты очень плохой и грубый волшебник. Беспощадно сказал Гарри. А вы говорите, Экспилярмус, Авадокидавра, вот как надо сражаться с темным лордом. Надо беспощадно говорить, что он очень плохой и грубый волшебник. Посмотрим, как это на него повлияло. Гермиона воодушевляюще кивнула. А кого она этим воодушевила? Волдеморта или Гарри? Неважно. Высокий пожиратель смерти носил футболку с надписью «Гермиона забыла, как танцевать». Так что она ударила его в грязь лицо. Ой, господи. Рон бросил Волдеморта палочку. И все зааплодировали. Я бы тоже такому зааплодировал, знаете. Рон улыбнулся. Он медленно потянулся за своей палочкой. Что-то он, походу, недалеко как-то ее бросил-то. Рон красавчик, пробормотал Гарри, неохотно достав свою. Серьезно, красавчик, бросит с Волдеморта палочкой. Надо быть красавчиком. Они произнесли одно другое заклинание. И изнутри черепов пожирателей смерти выстрелило струями зеленого света. Рон вздрогнул. Вот это новое слово Вавада Кедавр. Я не знаю, в непростительных проклятиях. То есть, походу, теперь их будет не три, а четыре. Это какая-то Кедавра Максима, что ли? Что прям в черепушке, вот, зеленый взрыв. Да. Я понимаю, Рона. Я бы от такого тоже вздрогнул. Теперь нет, подумал Гарри, макая Гермиону в острый соус. Именистки, простите меня, дуру грешную. Но что поделать? Даже искусственный интеллект считает вас... женщинами. Теперь пожиратели смерти были мертвы. И Гарри был голоден, как никогда. Да, наверное, поэтому он намокнул в соус Гермиону. Причем в острый соус. Большой зал был заполнен невероятными стонущими люстрами и широким библиотекарем. Широким библиотекарем, который украшал раковины книгами о каменной кладке. Если кто-то из вас изучал, например, судебную психиатрию, ну, как вариант, или просто следующий в психиатрии, то знай, что есть такой диагноз, как шизофазия. Как бы сказать, это когда речевой аппарат не способен правильно передать мысли человека. То есть, он вроде как все понимает, но когда начинает говорить, получается примерно вот то же самое, что я сейчас вам прочитал. Но, по-моему, по-моему, это было прекрасно. Горы мышей взрывались. Несколько длинных тыкв выпали из Макгона. А из какого места они выпали? Когда Дамблдор прибыл в школу, его волосы промчались мимо Гермионы. А сам Дамблдор, видимо, следом, свинья по финдуя, пульсировала, как огромная лягушка-бык. Ребят, я, походу, не всех еще фантастических тварей повидал. Наверное, в третьей части, наконец-таки, полуя этот, мы увидим огромную лягушку-быка. Дамблдор улыбнулся ей, лягушке-быку, видимо, и положил свою руку на ее голову. Бесстрашный старикан. Теперь ты, Хагрид. А как это читать? То есть тут нет запятых. Теперь ты, запятая, Хагрид, или теперь ты, Хагрид, сказал он, лягушке-быку, положив руку на ее голову. Ты, конечно, не лягушка-бык, но будешь как наглядное пособие, да? Отныне ты лягушка-бык, синий. Мы единственные важные ему люди. Он никогда от нас не избавится, сказал Гарри, Рон и Гермиона Хором. А про кого они, так сказать, про Хагрида? Или про лягушку-быка? Ползамка выглядели... Ползамка выглядел как большая куча магии. Да там и потолок тоже весь такой, знаете, магический-магический. Свечи еще влетают. Воском на тебя капают. А дурсли в замке... Никогда не были. А, все в порядке. А дурсли в замке никогда не были. И здесь, в Гарри Поттере и портрете, напоминающем большую кучу пепла, они тоже сюда не придут. Слава богу, хоть без них обойдемся. Гарри посмотрел по сторонам и затем упал по спиральной лестнице на весь остаток лета. Нехило так он навернулся, знаете ли, со ступеньки, что весь остаток лета пришлось лежать в больнице, походу. Я Гарри Поттер, начал запить Гарри Поттер. Трепещите темное искусство. Е-бой! Отличное завершение рассказа, я считаю. Именно так и надо кричать, когда падаешь с лестницы и ломаешь себе все кости на весь остаток лета. То есть, учитывая, что костерос 33 кости выращивает за одну ночь, прикиньте, что он должен лежать до конца лета и залечивать свои раны. Это как же надо было навернуться? И при этом единственное, что он крикнул, это трепещите темные силы, е-бой! Берите пример. Что ж, это весь фанфик. Ну, на самом деле, это не весь фанфик. Это исключительно три страницы. И знаете, мне их хватило сполна. Несмотря на то, что все это выглядит как шизофатический бред у коренного наркомана, причем искусственного наркомана, потому что писал это искусственный, в конце концов, интеллект, я по-прежнему считаю, что это все равно лучше, чем большинство фанфиков по Гарри Поттеру, которые пишут живые, казалось бы, люди. И уж тем более, это намного лучше, чем Гарри Поттер и проклятое дитя, а также последующие фантастические мрази и где они обитают. Поэтому я оставлю ссылку в описании. Вы можете пройти по ней и сами прочитать вот это безобразие, чтобы потом не говорить, что это я просто что-то с зайцем накурился и решил заснять ролик. А на этом наши Гарри Поттеровские чтения подходят к концу. Удачных вам остатков праздников. И, надеюсь, на вашу голову не свалится ни такое же счастье, как свалилось на мою в виде соседа, купившего квартиру, делающего ремонт прямо над тобой. Круглосуточно все праздники. Ни какая-нибудь, не знаю, шляпа или картина, ничего там было, картина, да, напоминающая большую кучу пепла. Мойте руки перед колдовством, после колдовства тоже мойте руки. Вообще всегда мойте руки, будьте чистоплюями, как заяц. Вот, он вас за это зауважает и, наверное, заставит меня снять еще один подобный ролик. Я надеюсь, что в следующий раз мы найдем что-нибудь поинтереснее, чем это говно, да, заяц? Спокойной ночи. Как же меня задолбал этот сосед, сука. То перфоратор, то молоток, то мат, то все вместе. Так, смотрите, сколько можно, блин, все праздники, долбит и долбит, долбит и долбит, долбит и долбит, долбит и долбит. Ммм